когда они пришли за коммунистами я молчал я не был коммунистом когда они пришли за социал демократами я молчал я не был социал демократом когда они пришли за профсоюзными активистами я молчал я не был членом профсоюза когда они пришли за мной уже некому было заступиться за меня это универсальная формула непротивление злу принадлежит немецкому пастору Мартину Немюллеру. Я в очередной раз вспомнил о ней, когда узнал о задержании известного российского режиссера Кирилла Серебренникова. Я не стану упрекать Серебренникова в том, что он не выступил против оккупации Крыма российскими войсками и их пособниками, и не буду упрекать его в том, что он был равнодушен к судьбе Олега Сенцова, его коллеги, оказавшегося в путинских застенках раньше него самого. Не буду именно потому, что уверен, российские деятели культуры должны были выступить против авторитарной российской власти не ради ограбленной и изнасилованной Украины, и не ради Сенцова, а ради себя и своих детей. Как можно упрекать смертников? Как можно упрекать глупых, ограниченных людей, не понимающих, что поддержкой агрессивного неофашистского режима или даже молчанием они подписывают себе и своему творчеству приговор? Таким людям можно только сочувствовать. Как сочувствуешь пассажирам огромного корабля, который тонет на твоих глазах? Среди тех, кому остались считанные минуты, герои-праведники, честные люди и негодяи, смелые и равнодушные. Но мы наблюдаем трагедию общей гибели, когда речь идет о России. Я посмотрел комментарии российских деятелей культуры по поводу ареста Серебренникова. Это разные оценки. Есть те, кто в этой мерзости поддерживает Путина. А есть те, кто осуждают власть. Но среди этой второй категории и те, кто поддерживал путинскую агрессивную политику по отношению к Украине. Вот режиссер Марк Захаров. Тот самый, кто снял кинопритчу «Убить дракона», а потом поддержал аннексию Крыма. Сейчас он осуждает задержание Серебренникова. Но вот интересно, он и вправду не понимал, что одно вытекает из другого, что неофашизм начинается с агрессии против чужих земель, а завершается поеданием собственных граждан. В начале противников, затем сторонников. Он не смотрел своих фильмов? Никогда? И этот вопрос можно задать любому тщеславному приспособленцу, сочинившему собственную смерть. Ничего не читали? Историю России не учили, а историю Германии? Ах, у вас театр, у вас дети, работа. Так у тех, кого расстреливали при Сталине, то же было и то, и другое. Театры закрыли, детей в детприемнике, а их в лагеря. Тоже мне проблема. Наиболее ретивые защитники сравнивают Кирилла Серебренникова со Всеволодом Мирхольдом, уничтоженным Сталиным. Я бы не стал проводить параллели с точки зрения таланта, но провел бы с точки зрения судьбы. Простите меня, конечно, но Мирхольд был энтузиастом. Он служил большевизму, как системе ценностей или отрицания ценностей. В отличие от многих своих современников, у него был простой и ясный выбор – остаться в пока еще цивилизованном мире или вернуться в сталинскую Россию. Он выбрал второе. Понимал ли он тогда, что подписывает себе приговор? Примерно, я думаю, на уровне Марка Захарова. И уничтоженный Сталиным публицист Михаил Кольцов, который описывал показательные процессы, тоже явно не понимал, что станет одной из жертв репрессий, как не понимают и те, кто поддерживают сейчас арест Серебренникова, что режим придет и за ними самими. Я, конечно, не буду утверждать, что за каждым, но за многими. Кольцова расстреляли, а его брат, знаменитый карикатурист Борис Ефимов, отметил собственное столетие. Причем оказалось уже позже, что он всегда презирал режим, которому так служил. Я думаю, что и Кольцов презирал, и Мирхольд презирал, и Серебренников презирает. И если завтра Путин окажется под арестом на даче, окажется, что его презирали 90% тех, кто сейчас поддерживает. В России так принято. Просто всем этим деятелям культуры нужно, чтобы Путина арестовал какой-нибудь начальник охраны, которому они будут рукоплескать, и у которого будут привычно просить деньги на свои театры и на своих детей. Повторюсь, что я говорю без осуждения на всех этих людей, которые давно не вызывают у меня ничего вместе со своими старыми и новыми фильмами, спектаклями и песенками. Поражают меня не они, а те, кто, возможно, в силу своей косноязычности, сформированные в ограниченном цивилизационном пространстве, продолжают считать все это культурой. Никакая это не культура. Культура приспособленчества – да. Культура распила наворованных властью денег – да, но не культура самопознания и анализа собственной души и жизненных ситуаций. Татьяна Лиознова сняла «17 мгновений весны» о советском аппарате, но до конца жизни этого не поняла. Марк Захаров снял «Убить дракона», чтобы спустя годы оказаться в роли уважаемого гражданина из собственного фильма. Федор Бондарчук снял «Обитаемый остров» по сюжету Стругацких о телевизионной пропаганде, чтобы оказаться среди создателей башен из своего же фильма. Если эти люди на самом деле не понимают, что делают, зачем нам они? И зачем они сами себе, точно так же, как Путин имитирует политическую деятельность, когда его ближайшие друзья набивают карманы миллиардами? Эти люди имитируют культурную активность. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но все это уже не искусство, давно не искусство, очень давно. В 1919 году измученный и исхудавший Александр Блок подходит в петербургском трамвае к Зинаиде Гиппиус, беспощадному критику своего нравственного опустошения, своего сотрудничества с большевиками, своему непротивлению зла. Просит о рукопожатии. Вы, говорят, уезжаете? Что ж, тут или умирать, или уезжать, если, конечно, не быть в вашем положении. Гиппиус выходит из трамвая. Она умрет в Париже в сентябре 1945 года. Блока не станет спустя три года после этой встречи. Она эмигрирует и переживет его на 20 с лишним лет. Примерно тогда, в 1917-1919 годах, все и закончилось в России и с культурой, и с людьми.